спасибо хорошо тогда может наверно двигаться дальше ирина кравцова следующие следующий будет вячеслав 15-20 по времени уже выступит ирина sounds good thank you thank you so our next speaker which is love andrianoff from cousin federal university he will present his talk elaboration of software for data analysis vicon nexus in the study of sitting position stability in patients with pion cortina слово пожалуйста так не слышно так у меня доклад будет такую сторону школы немножко не очень серьезный и в сторону молодежи которая у нас занимается исследованиями и сторону той актуальности которая возникает при анализе данных и с большим большим данных нужно что-то делать и максимально эффективно и вот и к сожалению не хватает людей хочется зажечь кого-нибудь на подобное начинание в чем проблемы среди прочих оборудования у нас есть возможность записывать регистрацию движения с помощью технологии захвата движения на основе наклеивания маркеров на тело как как здоровых так и пациентов и возникает проблема что делать дальше в случае ну конкретных протоколов которые но если они не не учитываются тем софтом который поставляет с воорудованием вот понятно что есть специалисты эти сейчас развивается очень сильно но вот не хватает чего такого среднего между биологии эти пониманием вопросов и это было можно было сделать прям небольшой группе и довольно быстро и небольшими силами вот если коротко вот о чем идет речь если есть значит пациент у нас вот вы так касается той задачи которая рассказывал пред предыдущий докладчик при использовании протоколов у спинальных больных когда человек не может стоять и используются розов положение сидя и разных положениях рук задача как-то проанализировать эффективность влияния в данном случае стимуляции и мы столкнулись с проблемой но как минимум понятно что софт который идет не может позволять универсально все что хочется делать поэтому требуется какой-то свой анализ свой какой-то инструментарий и его нужно как-то получать если так вот еще буквально двух словах чем идет речь имеются система маркеров которые клеются на на тело человека некий стандартное положение стандартный скелет четкий протокол который позволяет записывать ну у разных пациентов конкретно в таком протоколе данные и это на на большом количестве пациентов нет возможности в том софте который поставляется анализировать разницу к тому же ситуация такая что система сложная все двигается много степени свободы нет возможности сделать некоторые вещи которые сейчас секундочку я покажу сразу что хочется чуть чего не хватает в том софте который есть вот который был оказалось что при при анализе мы можем видите на именно только одну картинку можно запускать ролик при движении сейчас секундочку это было сейчас секунду вижу не идет то есть примерно вот так выглядит интерфейс этой программки она не идет почему-то так давайте по другому пробуем так можно да вот видно система маркеров человек сидит сейчас пойдет вот но к сожалению вот если смотреть вот на такую картинку а потом смотреть на другой прогул на 3 совершенно не видна разница и поэтому 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 есть необходимость секундочку есть необходимость что сделать вот очень не хватает некой усереденной позы за интервал каждой регистрации а повторяюсь регистрации получается для каждого пациента как правило 9 9 регистрации на каждую пользу то есть руки в стороны 9 регистраций 3 регистрации до регистрации во время 3 регистрации после и также по 9 регистрации на для следующих трус в первые положения рук ко мне невозможно сравнивать средние такие вот положения тел без возможности усicyТнете возраст интервал каждой регистрации Вот это хочется делать. Причем это хочется делать визуально. Дальше. Необходимо увидеть одновременно отображение усределенных поз в одних осях, то есть на одной картинке, что тоже надо где-то это рисовать. Хочется прокрутить в 3D, потому что на стационарной картинке, как правило, в большом точке, там все претерывается на 3D-шная картинка на 2D, и тяжело понять, что вообще происходит и где все находится. Вот. И таким образом требуется визуальная оценка вот такой сложной картинки. Следующим пунктом, это вот пятый пункт получается, необходимость получения средних поз по каждой эпохе. То есть вот есть 3 записи для регистрации, скажем так, в контроле до стимуляций. Ну, видимо, хочется посмотреть некую среднюю картинку по этим 3 эпохам. Что тоже сделать? Ну, этого нет. Вот. Хочется сделать. И так. Сейчас немножко, я тут забыл, что именно с этим пунктом. Да. И... Ну да, то есть средние позы по каждой эпохе, тоже это высвечит на одной картинке, чтобы можно было сравнивать, ну, в таком простом варианте, все три варианта до, во время, после воздействия. Вот. И, опять же, что интересно, оказалась такая мелочь, но тоже неприятная. При анализе этих регистраций, вот в новостударном софте, очень тяжело выявляются падения пациента, там, почесывания, некие движения, которые не входят в протокол. Понятно, что они тоже могут как-то анализироваться, и это некая информация, но в общем случае, при изучении постурального функции, вам хочется избавиться от этих вот выбросов, что тоже, ну, можно сделать как-то отдельно и где-то на своей стороне. Вот. Так. В итоге получается вот такая сложная картина, это три разных рисунка, три разных позиции. Это стационарная. Ну, они разные, но вот как бы получить представление о том, что где-то какая-то разница, без возможности соединить все это в одну картинку, покрутить и так далее. Дальше. На самом деле, понятно, что сейчас очень много всяких, всяческих возможностей в плане цифровой обработки данных, но, учитывая разные причины, я вот хочу немножко презентовать старую такую систему, вот Pascal, среда Delphi разработки, а сейчас есть такой вариант, как, сейчас секундочку, есть вариант бесплатный Vazarus, что, в принципе, позволяет тоже довольно такую, ну, простую среду с всеми пульсами Pascal. Меня, конечно, будут ругать люди, которые разбираются сейчас очень хорошо в скорых технологиях, потому что, ну, понятно, что язык старый, и что-то, видимо, тут не очень хорошо, но при этом, скажем так, эта среда позволяет, ну, за небольшое количество времени получать довольно такой читаемый код, легко к нему возвращаться, обеспечить визуализацию, в принципе, рисование, загрузку, выроску данных, ну, мне кажется, довольно неплохая среда, и, в общем-то, неважно, скажем так, лишний язык не мешает, мне кажется, очень неплохая среда для использования. В итоге вот те задачи, которые я перечислил, они были решены в ходе обработки данных, и, по ходу, скажем так, вот что использовалось? Использовалось понятие прямоугольной изометрии, ну, это перевод трехмерного изображения на водоплоскость, без которого невозможно визуализоваться на обычном экране компьютера. Вот, понятно, что паскаль как язык, и, в общем-то, элементарные навыки, которые касаются, в общем-то, работ с файлами, считать массив, выгрузить массив, и, главное, интерфейсы. Все очень просто, минимальная математика, и в итоге получилось дополнить вот тот софт, который вставляется системой LICON, программы Nexus, некий свой инструментарий, который позволил обрабатывать данные конкретно по протоколам у сидячих пациентов. Так, сейчас, секундочку, я не... А, сейчас до работы, конечно. Вот примерно точек кнопок, кранчик, поле для отображения. Почему-то не хочет играть, у меня другого ролика вот тут нету. Не знаю, к сожалению. Ну, ладно. Сейчас, секундочку. Не, не идет. Ну, в итоге, вот опуская всю тут красотень, которая вот не крутится, что в итоге получилось? После регистрации данных на системе LICON Nexus получается некая возможность выгрузки таблиц, содержащих 3D координаты точек, ну, всех маркеров с дартного скелета. Дальше все это загоняется в программонку, причем загоняются сразу все регистрации, касающиеся конкретного протокола, ну, то есть руки в сторону, допустим. Либо руки вверх, либо руки вперед по отдельности обрабатываются протоколы. Некая, скажем так, алгоритм обработки, который сводится фактически только к выгрузке характерных рисунков, включающих контроль выбросов на рисунке, который показываю. Сразу автоматически, моментально видны все выбросы, и тоже последующий скомментарий позволяет убрать, скажем так, те куски регистрации, которые не связаны с сохранением бронемиссии, а касаются падений или поддержки инструкторам. Вот. При этом есть возможность посмотреть сразу усредненное положение зарегистрированных положений меток. И финальное, некие средние, ну, тут показан такой, идеальный вариант, когда пациент во всех вот 9 случаях, он очень хорошо, ну, не меняется в упозе, скажем так. Ну, вот даже понятно, что эти разницы невозможно было по-другому увидеть, кроме как вот в подних осях, в масштабе, с усреднением, ну, видно, что происходил такой большой разброс. Причем, что интересно, учитывая, что система позволяет регистрацию с большим количеством, ну, с большой частотой, у нас в итоге там огромный сбыток данных, вот, ну, что позволяет получать довольно небольшие разбросы и, ну, немножко улучшить анализ. При этом анализ касается двух моментов. это удержание позы, то есть конкретное положение маркера в пространстве стандартного скелета. Либо второй вариант, вот здесь показаны треки за каждую регистрацию, треки, которые совершают маркер вот на руках, конкретно маркер, и маркер С7 на, значит, ну, вверх спины пациента, как, ну, как некая характерная точка, которая, ну, ну, по-среднему, скажем так, на первом этапе вот всего этого анализа, ну, нами было выбрано для оценки постуральной функции. Причем мат-аппарат тут, ну, довольно хорошо ложится, ну, с оговорками и стабилометрии. То есть те же самые параметры, их огромное количество, ну, были пока два параметра. Это стандартное стандартическое отклонение по этому, по каждому его пятну вот трека. Причем SteamWalking позволяет в данном случае получать это в 3D, а не в проекциях на плоскости. Вот, ну, и в конце, а, ну, и скорость движения этих треков, что тоже, ну, это очень связанная информация, но она тоже как отдельный параметр часто используется. Ну, и в итоге происходит в конце выгрузка положений и разбросов положений маркеров. Вот, все это работает довольно неплохо и красиво. Разработалось фактически одним человеком, не очень много времени потратилось, и, в принципе, очень здорово. и, наверное, имеет право на жизнь. В конце, получается, значит... А, ну, понятно, что в конце, как любой, скажем так, я, опять же, должен указать, сделать оговорку, что все-таки я презентую не создание, не разработку какого-то софта, да, а некий инструмент, которым, ну, очень хочется владеть, имея вот набор данных, которые анализируются. И как раз вот именно, скажем так, недоделанная программа инструментарий, которые можно по ходу менять, понимая, что нужно, в виде ошибки, убирая их, добавляя какие-то возможности. Это, ну, как некий незаконченный полок, инструмент анализа, ну, вообще классная штука. Вот. И, так, секундочку. Почему-то она... Писит, да? Сейчас, сейчас. И понятно, что надо сделать оговорку, что, как любая такая вот, ну, инструментарий, который никогда ли не будет закончен, это все-таки некий инструмент, а не готовый софт, требует обязательно тест-проверки, потому что ошибок обычной массы бывает, и этот этап очень важен. Это понятно. Опять же, вот, опять же, как пункт, наверное, нужно добавить, что всегда почти есть необходимость некой пост-обработки данных. В данном случае мы используем Excel, там, ну, очень удобно все в виде таблиц, считаются отдельно на стороне Excel углы. Вот. Ну, тоже, в принципе, это некий компромисс, позволяющий сэкономить время. Ну, в итоге получается, как мне кажется, надо обладать минимальными навыками, довольно удобно. Ну, Паскаль для этого и создавался в древние старые времена. Вот. Ну, и понятно, что надо некое доп. время для использования, другим пользовались команды, те, которые, ну, не могут пользоваться напрямую самим. Но, с другой стороны, это очень небольшое время, потому что, ну, люди сядут рядом, и это довольно удобно все равно. Для сторонних пользователей, это, конечно, время угорячивается на порядок. Вот. Ну, понятно, что вот ошибки всегда есть. Хочешь, чтобы не было ошибок, сама по себе работника не будет. Надо все это доделывать. Ну, и всегда, вот при подобных задачах, конечно, очень не хватает доступа к данным онлайне, без неправильности выгрузки данных из какого-то, ну, другого преимущественного софта, где все регистрируются. Это желание всегда. Хочется иметь данные онлайн. И, ну, на порядок будет такую работку. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы. Вячеслав, можно вас спросить? Подскажите, пожалуйста, в самом начале доклада вы сказали, что вы хотите своим докладом вдохновить студентов. Не подскажете? А есть ли какие-то для студентов перспективы написать научную работу, курсовые работы? Подскажите студентов, каких факультетов вы ждете? На самом деле, ну, все, кто хочет, на самом деле. Я имел в виду даже больше другое, что пока человек молод, пока он учится, я бы в этом плане имел в виду студентов, имеет смысл обрести еще вот такой санитарий, который очень помогает в дальнейшей работе. В плане студентов каких курсов, но желание надо, что еще? Ну, компетенции желательно, чтобы все-таки были биологи, наверное. А под вашим руководством можно писать какие-то научные работы? Можно. Спасибо большое. Слава, здесь есть вопрос из зала, да? Нет, пока вот нет. Может, вас спросить, пока вопросов нет, как ты считаешь, будет оптимальным дальнейшее развитие твоего проекта? То есть, вот какие оптимальные интеграции? Возможно, то есть, есть Wicon, да, есть уже система, которая более-менее существует для capture data, да? Вот, какие оптимальные моменты? Ну, в том числе, разные студенты используют разные программы и укажут у него свой опыт. Вот, кто-то быстрее делает MATLAB, кто-то использует уже написанный код. Как ты думаешь, будет оптимальнее? Ну, на самом деле, хорошо владеть всеми инструментами. С MATLAB мы тоже работали, но вот уперлись в то, что тут, скорее, эта ситуация, она требует визуализации. Я вот не совсем понимаю, как там вот это организовано, да? У нас пока, я не видел вопрос, на самом деле. Вот. На самом деле, языки сейчас и среды разработки, они очень похожи и все позволяют делать все. вопрос только, ну, трудности входа, освоения. И в этом плане, как раз, ну, поскали понять, что это древний язык, есть более современный, вот, и более, ну, среды, где комьюнити намного шире, ну, в разы, там, на порядке. Но, тем не менее, надо хоть что-то. Вот, нужен хоть какой-то инструментарий студенту и ученого, и вот, и человек, который занимается вот данными, их обработкой, которые позволили бы даже, ну, желательно без какого-то вот звена привыточного делать это само или хотя бы понимать возможность и вообще само делать это особо сложная задача, но это здорово, это свобода. Спасибо. Я вот вижу, что среди участников есть Гурген, аспирант Скалтеха. Гурген, я извиняюсь, что я вас так вот вытаскиваю. Если у вас есть возможность просто прокомментировать, как вы это видите, у вас большой опыт в программировании и в разных проектах, связанных с нейросайенсом, с брейн-машин-интерфейсом, со стимуляцией, поэтому-то хотел бы ваше мнение узнать. Так, меня слышно, да? Да, замечательно. Здравствуйте. Отлично. Да, на самом деле у меня по ходу возникали какие-то вопросы на тему этого проекта. Вот в первую очередь, насколько я знаю, вот система OptiTrack, она основана на камерах, то есть регистрируется движение при помощи камер и вот маркеров, про которые вы рассказывали. И вот у меня первая мысль была, что эти системы, они на самом деле очень дорогостоящие и если использовать их там при диагностике либо при проведении исследований, кажется, как будто дешевле было бы, например, использовать системы, которые трекают положение тела при помощи датчиков акселерометра, гироскопа и так далее. Может быть, вы могли бы на эту тему прокомментировать, возможно, вы пробовали такие системы, например, среди них есть система XSense либо Perception, Neuron и, в общем, и другие. И, может, вам уже показалось, что они не очень удачные. Спасибо за вопрос. Ну, у меня такого опыта нет и на самом деле я больше имел в виду ситуацию, что всегда, когда есть что-то стандартное, всегда хочется что-то еще. и сделать это, ну, чтобы это сделать, нужно какой-то инструментарий. И я вот в эту сторону больше, как сказать, ну, вектор вот этого разговора всего. По поводу акселерометрии, ну, надо пробовать. Очень трудно сказать, потому что в случае Валькона мы тестировали, система, ну, просто, понимаешь, у нас избыточная, точна, 100 Гц и положение маркеров в пространстве получается с точностью, ну, там, доля миллиметра. С другой стороны, вот в данном случае, когда, допустим, сидячая поза сидения и небольшие движения, вот я не очень, ну, надо посмотреть, как работают системы акселерометрии в данном случае. Мне кажется, там какие-то есть нелинейности, которые, ну, скажем, это будут некие искажения возможные, которые, что-то будут складывать, скрадывать. С другой стороны, возможно, это не будет такого большого, ну, минуса для анализа. А может быть, даже какие-то плюсы будут, учитывая ускорение, или. Хотя, мне кажется, здесь... Вайкон, но в другой стороне, он позволяет все это, все ускорения получать, ну, просто матобработка, если вдруг что-то хочется, это скорость, ускорение, там, любые, вот. Ну, понятно, что система, она как микроскоп большой, она избыточна, да. На самом деле, кажется, что эти системы, вот, которые, опять же, на активометрии работают, они тоже позволяют обсчитывать разные параметры, и здесь, наверное, нужно исходить из задачи, которую, ну, как бы, в итоге нужно решить. Если это вот задача именно посадки, то есть, опять же, сесть, да, и наблюдать за пациентом, пока он находится в положении сидя, то, наверное, они справятся. Но если нужно что-то высокоточное, наверное, вы правы, что оптические системы будут лучше. Ну, еще плюс подход, вот, ну, как правило, исходишь с того, что есть под рукой. Ну, вот у нас есть вот система, которая, ну, можно использовать, используем, и всегда есть задачи, которые, ну, хочется чем-то дополнить, вот, исследование, и для этого, в этом случае всегда получается некий прибор, некие данные, хочется их получить с прибора, вообще говоря, в онлайне, как правило, ну, что не все доступно, потому что коммерчески, ну, приборы и аппараты обычно, ну, либо защита, либо просто это не делается, ну, не нужно, либо планируют сделать самим в будущем, и данных напрямую получить, ну, не всегда удается, а очень хочется. Если была бы тут, допустим, система, позволяющая онлайне получать все эти данные, ну, можно было бы сделать все очень быстро, и вот про те вопросы по поводу эффективности подбора, стимуляции, там еще чего-то, воздействий, это может быть прям очень точно, претензионно, прямо онлайне, по ходу исследования, это все очень здорово. Да, спасибо большое. Спасибо. Я видел, что было вопрос у Максима, да? Да, в общем-то, спасибо за речь, я, в общем, слышал много уже из только что-то из общего идения, вообще у меня не погибает ощущение того, что это какой-то мощнейший оборкил, использование крайне дорогостоящей системы на оптическом распознавании, которая сама по природе оптического распознавания не точна, вместо того, чтобы поставить датчики непосредственно на тело и получать риал-тайм без всякой постреобработки данные прямо в риал-тайме отображать их в питоне, правда, вот, поэтому кажется, что в этом направлении стоит смотреть, потому что датчиков много, они стоят дешево, вот, ну, единственное, что, конечно, для создания такого прибора недостаточно просто программировать на питоне, нужно еще, естественно, собрать схему включения датчиков контроллера, но принципиально это, по-моему, достаточно легко решение задачи, вот, поэтому кажется, что именно в этом направлении нужно дало бы посмотреть, вот, ну, в принципе, вот, наверное, такой комментарий. Ну, согласен, но опять же, на самом деле, тот вопрос выбора, вопрос свобод и ресурсов, если есть капитентные люди и большой, кстати, штат, и, ну, это понятно, что это не капитенцы биологов, потому что этому не учат, ну, в стандартных музыках, насколько я знаю, вот, и, опять же, ну, вот, вопрос, вот, все бы подходы хороши или же бы работали? Согласен, согласен. Программистов команду очень хочется всегда иметь, я только за. Да, мы скорее, вот, в нашей, ну, лаборатории, значит, есть опыт, а именно подготовки программистов, добавлением компетенций биологов, а не наоборот. Почему-то при попытке интегрировать биологов в нашу лабораторию биологи нас покидали, вот, очень быстро. Почему-то им не нравился вопрос программирования, вот, а вот эти специалисты оказались, ну, это просто опыт, естественно, да, частный случай, они оказались почему-то более гибкими в том смысле, что, ну, вот, в действительности в нашу лабораторию для того, чтобы попасть, нужно сдать экзамены по фундаменту, с нейросайенс, и все члены лаборатории сдавать, вот, и в итоге мы оказались очень даже способны и адаптировались к геологическим реалиям, оказалось, именно этот подход более работоспособен. Ну, опять же, это кейс-байкейс, естественно, но вот как оно как-то у нас здесь заработало. Ну, да, все понятно. Ну, вопрос инструментария, потому что даже таблицы Excel, в принципе, ну, это что такое-то, вот, процессор для, как сказать, текста, некий такой, ну, не заточен под научную работу, но его необходимо уметь пользоваться и без этого, ну, нужны какие-то инструменты. И, в общем-то, ну, вопрос глубины и познания, и компетенции, ну, вот, всегда, конечно, хочется, чтобы человек был и биолог, и программист. Ну, вот, это наше большое желание. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Из-за вопроса пока нету? Нет. Окей, тогда, наверное, можно перейти к следующему докладу. Окей, Диколькс, а унекст